Друзья, всем привет! По вашим многочисленным просьбам, а эти просьбы увеличились после того, как произошел розлив нефти в районе КТК. Так вот, приехали, посмотрим, какие есть последствия после этой катастрофы, что изменилось, есть ли отдыхающие, и даже вот такая погодка не станет нам помехой. Попрошу поддержать лайками, отдыхайками, подписывайтесь на канал. Начинаем! Видимо, совсем недавно, кроме розлива нефти, еще и сильный дождичек прошел, припарковался. Ну, даже не удивился тому, что машин припаркованных не так много, как здесь обычно бывает. Приезжая в Южную Озереевку в хорошую погоду, по левую и правую сторону, свободных парковочных мест просто нет. Наверное, метров 700 отсюда все заполнено. Ну, в общем, берите на заметку, если что, можно припарковаться и на платной парковке, но там тоже сегодня далеко не аншлаг. Двигаемся в сторону моря, что нас еще сегодня интересует. Вход центральный в пляж, несколько ларечков, традиционно для каждого курорта. Из них только два открыто на сегодня, остальные все закрыты. Сразу по традиции нашего канала покажу вам, что здесь есть интересного и по каким ценам. Шашлык 350 рублей, 250 грамм. Ну, наверное, это немного дороговато. Вообще, в целом, о Южной Озереевке. Это очень даже небольшой курорт. В принципе, побережье, набережная вообще, наверное, метров 100, не больше. Побережье пляжа метров 200-300, цивилизованная его часть. Никаких шумных развлечений. Этот курорт для любителей тихого, спокойного отдыха. Люди купаются, кайфуют, отдыхают. Ну и самый главный, острый вопрос по поводу нефти на пляже. Пока что никаких нефтяных пятен я не вижу. Ох ты, вот это волны, а! Ну, не знаю, наверное, не отважюсь сегодня искупаться. Кстати, вот это надстил специально для людей с ограниченными возможностями, чтобы и они могли искупаться на пляже. Здорово, конечно, что думают о таких людях и в Южной Озереевке. Начинает моросить мелкий дождик. Не в тему, однозначно. Но настоящий тревел-блогер найдет выход из любого положения. Здесь волны, по-моему, еще сильнее разыгрались. И, тем не менее, не всех они останавливают от того, чтобы принимать водные процедуры. О, как по-кайфу! Коротко о Южной Озереевке, вообще в целом, о пляже. Вода зачастую здесь бывает чистая, прозрачная. Но вот дно очень даже желает лучшего. Ну, вот примерно, как показываю, вот такое все дно. Я заходил максимум по колено, без всяких шлепок дополнительных. Ну, после чего падал иногда даже с очень неприятной болью. Увидел пару развлекух. Надувные горки с бассейном. Цена 150 рублей 3 раза, 200 рублей 5 раз спуститься. Но на сегодня не актуально. Наверное, из-за погоды также ничего не работает. Пообщался сейчас с отдыхающими по поводу розлива нефти. Отдыхают 3 дня, ну, то есть, приехали уже после этого происшествия. Говорят, никаких последствий, никакого запаха нефти, никаких следов, ничего не видели. Ну, в принципе, так официально сообщалось, что основную часть нефти унесло в сторону Анапы, понесло в сторону Керчи. Не знаю, правда или нет, говорю то, что услышал сам. Сейчас двигаемся в сторону пирса КТК. И, кстати, информация для отдыхающих. Если идти пешком еще дальше, конечно, через территорию КТК вас не пустят. Но, говорят, есть окольные пути, где можно пройти по побережью дальше. И следующий курорт будет, широкая балка, неоднократно прогуливались там, делали традиционные обзорчики. О, ребята, приехали сюда вообще с палатками отдыхать здорово. Какая нефть там, какой розлив. Кайфуем, отдыхаем по полной. Смотрю вот так на погодку. Что-то мне кажется, что очень серьезный дождик двигается именно сюда, по побережью. Такая стена прямо идет. Уже даже скрыло суда, который виднеется на горизонте. Надо побыстрее снимать обзорчик. Издалека увидел пятно. Думал, ну вот она нефть, наверное. Нет, это куча водорослей, вынесенные здесь на берег. Ну и вообще, в принципе, нефть это не мазут. Она имеет свойство растворяться в воде. Получается такая своеобразная эмульсия. Возможно, так и случилось, после чего она осела на дно. Конечно, это колоссальный ущерб природе, экологии, флоре, фауне. Ну, кроме как... Я даже не знаю, у меня слов нет, выразить это словами. Как вообще такое могло произойти? Тем более, такой розлив не льется в воду и что? Ну, остановите насосы. Нет, продолжили качать или не видели этого. Или как такое вообще у меня в голове не укладывается. Идем сейчас по дикой части пляжа Южной Озереевки. Здесь можно расположиться с палаткой. Ну, насчет шашлычков я не знаю. Возможно, и не разрешат. Сразу мигом погранцы из КТК прилетят. Скажут, что тут за дела происходят. Тушить и немедленно. Поэтому насчет этого не подскажу. А вот, походу, эта стеночка дождя дошла и до берега. Гораздо усилился дождь. Надо заканчивать, в общем, сегодняшней прогулкой. Ну, не могу же я просто так уйти, не сделав традиционную минуточку релакса. Даже такая погода не станет поводом для того, чтобы не полюбоваться этой красотой даже в столь неясную погоду. Приятного просмотра. Продолжение следует... По-моему, сегодняшняя минуточка релакса получилась особенно эффектной. Давайте еще немного прогуляемся, так, чтобы я со стороны показал, как выглядит тот самый Каспийский трубопроводный консорциум. И пойдем уже в обратную сторону. Вдалеке виднеется пирс. Не знаю, как он передается на камеру. И примерно в 5 километрах от берега находятся именно те самые сооружения для перекачки нефти в танкеры. Из-за погоды, конечно, и их не видно. Ладно, пойдем в обратную сторону. Ну, однозначно скажу, что пока что на своем пути никакого запаха, никаких пятен нефти я не увидел вообще. Нет нефти, нет нефтяных пятен, но вот мусора хватает с головой, что тоже не может радовать и канистры, и какие-то аккумуляторы. Чего тут только нет. Мне кажется, если постараться, можно и машину собрать вместе с маслом в двигателе. Какие-то шланги, бутылки, мешки. Между палатками натянута белевая веревка. Ну, тут бабушка надвое шептала, то ли сушится, то ли стирается. Друзья, чуть не забыл поговорить о погоде. Что же нам послала сегодня небесная канцелярия, кроме хмурого неба? Итак, согласно Гидромет Ютуб по тому же центру, температура воздуха на 12 августа 2021 год. 25,8 градусов тепла. Это у нас на 5 вечера. Ну, давайте попробуем как-нибудь замерить температуру воды. 27,2 градуса тепла. Не самая лучшая идея, конечно, была замерять воду. Ну, чего не сделать ради качественного контента. Издалека увидел навес, думаю, вот здорово, сейчас спрячусь от дождика. По-моему, здесь дождь идет сильнее, нежели на открытом небе. Дошел до навеса. Здесь имеется столовая, ресторан. Ну, к сожалению, единого меню в столовой нет. Не покажу, какие расценки. Двигаемся дальше. Вот там я видел небольшое кафе. Вот там-то и покажу. Кафе называется Black Sea. И вот оно меню. Предлагаю поговорить о нем поподробнее. Не хочется идти, но что делать? Придется. Так, еще увидел шашлык, шаурма. Также, вашему вниманию, весь прескурант. Все меню. С ценами. Все, как вы любите. И теперь надо как-то добежать до машины. Жили мы плохо, а потом нас обокрали. Показывал эту самую лужу в самом начале видео. Можно было ее обойти. А теперь не знаю, как это сделать, как добраться до машины. Ну, буду думать, а с вами попрощаюсь. В общем, подведу небольшой итог. Никаких последствий на сегодня я не увидел. Еще раз повторюсь. Возможно, нефть осела на дно. Утверждать не буду. Ну, то, что был выброс, в принципе, это никто и не отрицает. На сегодня ни администрация, ни администрация города, ни КТК. Друзья, понравилось это видео? Поддержите лайками, баллайками. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик. До новых встреч. Всех обнял, приподнял, поставил. Увидимся. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может.